Проекты, которые изменят города. В парке Зарядья открылся московский урбанистический форум. Заряд энергии и вдохновения получили эксперты в области архитектуры и строительства со всего мира. Они встретились, чтобы вместе заглянуть в будущее. Город мечты в миниатюре – это счастье в мелочах. Комфортные планировки, когда в квартире функционален каждый квадратный сантиметр. Удобные входные группы, которые не превращаются в препятствия для велосипедов и колясок. Развитая инфраструктура, избавляющая от проблемы, как устроить ребенка в школу или в детский сад. И, конечно, уютный двор. Архитекторы нашего времени уверены – не только дом, но и вся прилегающая территория обязаны стать для каждого жильца его крепостью. Это целая система, где взаимодействуют и люди, увлеченные спортом, которые воркаут-зоны, где можно заниматься семейными видами спорта. Или, соответственно, один человек может ходить на тренировки. Это обязательно детские площадки для детей разных возрастов. Это обязательно зона отдыха, спокойная для пожилых людей. 75% населения современной России – жители городов. Миллионники могут гордиться своим благоустройством и транспортом, но объективно проигрывают по таким показателям, как уровень шума, состояние воды и воздуха. В мегаполисах чаще страдают от аллергии, гиподинамии, онкологии, инфекционных заболеваний и, как ни странно, одиночества. Риски и минусы компенсируют развитая социальная инфраструктура, возможность получить достойное образование и перспектива карьерного роста. Урбанистика сегодня – одна из главных задач правительства. В центре внимания чиновников не только большие, но и маленькие населенные пункты. Мы сегодня ставим задачу развития и малых городов тоже, до 50 тысяч жителей. Снижение их неравенства в уровне благоустройства по сравнению с крупными городами. Хочу сказать, что в России почти две тысячи малых городов и в них проживает 23 миллиона человек. Заместители председателя российского правительства Татьяну Голикову внимательно слушают участники китайской делегации. По их мнению, у Москвы и Шанхая есть много общего в динамике развития. Для гостей из Поднебесной этот форум в первую очередь – обмен опытом. В вопросах реновации и экологии мегаполисов. Сейчас во многих отраслях промышленность выходит на новый уровень. Она тесно связана с так называемым «зелёным развитием» – скверами, парками, садами. Городостроительная политика Китая сегодня преследует две цели – подъём экономики и благополучие населения. Последнее – невозможно без благоустройства. Всеобщая урбанизация шагает по Китаю настолько быстрыми темпами, что небоскрёбы вырастают даже на месте крошечных рыбачьих посёлков. А планирование и развитие городов Поднебесной стали фундаментом сразу для нескольких национальных программ. Архитектура мегаполисов выдержана в едином стиле. Но, несмотря на это, у каждого есть своя изюминка. Жемчужиной мировой урбанистики и гордостью КНР эксперты единодушно называют Шэньчжэнь – промышленный финансовый экономический центр провинции Гуандун. Здесь чувствуют себя комфортно не только инвесторы, но и местные жители. Магистрали, утопающие в зелени, высотные дома на сваях, многоуровневые здания, парки и парковки. Инновационные градостроительные идеи стали учебным пособием для других стран. То же самое можно сказать и о Чандигархе, который находится на северо-западе Индии. Город урбанистических фантазий французского архитектора Ле Корбюзье – это секторы-микрорайоны, каждый со своей инфраструктурой, спроектированные по авторской размерной шкале. Она основана на определенных пропорциях, соответствующих движениям человека. Холмы, лужаки, деревья и бассейны – пример муниципального центра, который живет в гармонии с природой и человеком. СОМУЗ ОРИЖЕНЬ! СОМУЗ ФАМИЛИЯ! СОМУЗ НОИВА ДУ КОРДЕЙРУ! Занимательная урбанистика «Наива Ду Кордейру» – город бразильских невест, был основан как территория без мужского диктата. Поселение современных амазонок сегодня насчитывает 600 жительниц разного возраста. Они сами ведут хозяйство, воспитывают детей. Некоторые – замужем, но вход в женскую коммуну супругам строго воспрещен. Такой матриархат пропагандирует независимость, самостоятельность и здоровый образ жизни. Впервые за всю девятилетнюю историю Московского урбанистического форума на его площадке провели конференцию на тему здравоохранения. По статистике, горожане стали жить дольше. Однако в повышении качества жизни большую роль играют не только привычки, но также диагностика и лечение, а значит не обойтись без современных поликлиник и больниц. Здесь Москва снова, в первых рядах. Уже в этом году заканчивается строительство много-многофункциональной больницы в Коммунарке площадью 160 тысяч квадратных метров. Это первая больница, в которой будет одновременно и детское здравоохранение, и взрослое здравоохранение. Это больница с новым роддомом и с новым инфекционным корпусом. Заглянуть в будущее сегодня очень просто. Достаточно надеть виртуальные очки и можно в красках представить себе, какой станет система здравоохранения российской столицы через три года. За мной находится стенд международного медицинского кластера. Это проект, учрежденный правительством Москвы, направленный на объединение на территории Сколково лучших мировых клиник, чтобы принести в Россию мировые практики, которые помогут обучиться нашим специалистам и нашим гражданам получить качественное лечение. Участники форума успели обсудить и другие важные составляющие актуальной урбанистики. Мегаполис мечты – это не только парки, скверы, комфортные здания, удобные парковки и социальные объекты. Город-сад обязательно будет, если в нем есть экологичный, общественный транспорт и современная система уборки, сортировки и переработки мусора. Ксения Комиссарова, Антон Косолапов, ТВ Брикс.